Мегаломания или бред величия обычно присуща никчемным людям, страдающим комплексом неполноценности. Такая оценка справедлива не только в отношении отдельных индивидуумов, но и народов. И с полной уверенностью можно сказать, что этой болезни подвержен самый, так сказать, многострадальный народ во всей человеческой истории – армяне. Если к этому приплюсовать и такое не самое лучшее человеческое качество, как зависть, то получается дремучая смесь. Сегодня Армению снедает зависть по поводу сближения России и Турции. Скорее, это даже не зависть, а ревность жены к своему мужу, России. Причем, по меткому определению одной из российских телеведущих – гулящей жена, что саму ревность делает абсурдной. Забавно, что в свое время армяне были верны, в кавычках, и Турции, и пользовались всеми благами османского мужа. Но, несмотря на это, взыграл ген измена, и армянская жена, загуляв, легла под российского мужа. И в горизонтальном положении она находится до сих пор. Впрочем, довольна о любвеобильности гулящей Армении, и перейдем к сути дела. Так, один из гениальных политических обозревателей Армении, Акуп Бадалян, накропал статейку, в которой выразил обиду все Армении к России. Автор не может скрыть горечи по поводу того, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил президенту Турции отправить в космос турецкого космонавта по случаю столетия Турецкой Республики. Турция сбивает российский военный самолет, убивает пилота, в Анкаре средь бела дня стреляют в посла России, а Россия готова подарить Турции космос, завистливо верещит мелкий пакостник. Далее Бадалян недоволен тем, что бывший вице-премьер России и нынешний глава Роскосмоса на днях подал в суд на Минобороны Армении. Российская оружейная компания «Ортис» подала в суд на Минобороны Армении, которая якобы без основания отменила итоги тендера на поставки вооружений. Российская компания утверждает, что условиям тендера удовлетворила только она, но потом тендер был почему-то отменен. Следственный комитет Армении подтвердил возбуждение дела на основании обращения российской компании. Минобороны пока не комментируют ситуацию. Расследовательские круги связывают компанию «Ортис» с Дмитрием Рогозиным. Тем самым Рогозиным, который в дни апрельской войны продолжал в Баку интенсивные переговоры о поставках вооружений Азербайджану и грозил пальчиком Армении по поводу недовольств, призвав обтереть слюни, пишет Бадалян. Вот она, армянская благодарность и верность. На протяжении столького времени Россия кормит, поит, обувает, оберегает армянскую жену, а она платит черной неблагодарностью. Возможно, Рогозин и продолжал переговоры с Баку о поставках вооружений, но за звонкую монету. В то время как Москва поставляла и поставляет оружие Еревану в кредит на льготных условиях, а порой и вовсе бесплатно. Да и сегодня Москва благосклонна к Еревану, несмотря на то, что после прихода к власти Пашиняна Армения, пусть и скрытно, но находится в поисках западного любовника. И последний момент по поводу отправки в космос турецкого космонавта. Видимо, Бадаляну, да и всей Армении, очень хотелось бы, чтобы на месте турецкого космонавта был армянский. Но окоп забыл поистине гениальное изречение Горького. Рожденный ползать, летать не может. И Россия в лучшем случае может не отправить, а послать Армению, и адресатам уж точно будет не космос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова